Сегодня уже с утра, наверное, человек 20 подходили, чтобы прикрепиться к нашей поликлинике. Те, которые прописаны к нам и которые не прописаны, хотят прикрепляться. После открытия нового здания поток желающих обслуживаться именно в 14-й вырос. Поликлиника новая, просторная, с самой современной аппаратурой. Но дать добро всем здесь не то, чтобы не хотят, не могут. Поэтому почти 500 человек, желающих прикрепиться, уже получили отказ. Причем отказ этот правомерный. И даже суд, а такие прецеденты в стране были, вряд ли поможет. Подобное обращение гражданина дошло до Конституционного суда. Конституционный суд принял сторону медицинского учреждения, так как в данном случае прикрепление, сверхприкрепление приводит к нарушению прав уже застрахованных граждан, которые прикреплены к учреждению. То есть нарушаются их права в плане доступной медицинской помощи. Нарушается в том числе и качество оказания медицинской помощи. Примешь всех желающих своих, некогда будет обслуживать, говорит главный врач. Так что основной документ, который дает право стать пациентом, 14-й прописка. Официально арендующим жилье тоже вряд ли откажут. Мы написали заявление, так как я из другого города. Будут рассматривать то, что здесь обязательно нужна прописка. Я предоставила всю информацию и в течение четырех дней мне на электронную почту придет информация о том, что меня либо припишут, либо нет. Даже если штат медработников будет укомплектован полностью, ситуация вряд ли поменяется. Людей из других районов приписывать в поликлинику не планируют. Ведь только за последние три года население, которое обслуживает 14-е, выросло на 20 тысяч. Сейчас задача руководству – помочь людям ориентироваться в огромном пятиэтажном здании, решить хозяйственные проблемы, в том числе с уборкой территории, обеспечением кабинетов теми же оконными жалюзи, ну а главное – через пару месяцев устранить очереди, которые все еще существуют. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.